Итоги прошедшей недели подведены в Люберецкой администрации. О них доложили руководители управлений, ведомств и ресурсоснабжающих компаний округа. Оперативная обстановка, вопросы содержания территории и вручение ключей от квартир детям-сиротам стали основными темами совещания. Сегодня для нас знаменательный долгожданный день. Наверняка мы его запомним надолго, я уверена, мы запомним его надолго, на всю жизнь. Мы благодарны всем гостям, кто пришел порадоваться за нас. С приятного события началась неделя в городском округе. Пять детей-сирот получили ключи от квартир в рамках муниципальной программы. Всего 2008 года предоставили 222 квартиры. В 2020 году 40 квартир необходимо нам предоставить. Далее заседание пошло по повестке. Начальник Люберецкой полиции сообщил, что на минувшей неделе в правоохранительные органы поступило 1900 обращений граждан. По ним возбудили 42 уголовных дела. 36 раскрыли по горячим следам. Из резонансов это был в деревне Жилино-1, корпус, квартал 1, дом 8. Сын находился в состоянии алкогольного опьянения, избил своего отца. Тест находится в тяжелом состоянии в реанимации, перелома черепа. И все, человек уже задержан. С ним проводятся следственные действия. 32 выезда по сигналу тревоги и ликвидация шести пожаров. Такой выдалась неделя у огнеборцев. Два возгорания произошли в Люберецком округе. Один пожар произошел в СНТ Марусино, в деревню Марусино, СНТ Машково, в частной бане. Второй пожар произошел в Малах, улица Южная, дом 45, на территории частного домовладения, ухозблок. В Люберцах продолжается подготовка к осенне-зимнему периоду. Сейчас готовность объектов теплоснабжения составляет 58%. На сегодняшний день горячей воды нет в 270 домах. Период отключения установлен со 2 июля 2020 года по 1 сентября 2020 года. Информация жителям об отключении горячего водоснабжения доносится посредством размещения графиков отключения ГВС на двуквартирных домах на сайтах управляющих компаний ТСЖ, ЖСК, также на сайте администрации городского округа Люберца. Руководитель управления МОЗ «Обл ЕРЦ» в городском округе Люберца Елена Мотыль напомнила, что в начале августа в квитанции Люберчан вновь вернется строка об уплате за капитальный ремонт. Анна Троян, Валерий Абсалямов и Петр Пономаренко. Телеканал ЛРТ.